преддверии посевной как в самом начале я сказала безусловно не сомневаюсь что каждый человек который работает в этом рынке точно знает как что нужно делать но я вас попрошу напомнить нашим зрителям о стандартах о том как правильно все-таки сделать так чтобы получить урожай понятно что это от многих факторов зависит безусловно но если мы можем сейчас как-то вот основные акценты расставить давайте их расставим и напомним нашим зрителям значит опять же вернемся к подсолнечку из года вот и я наблюдаю тенденцию что сроки подсолнечника постепенно сдвигаются на более ранние сроки по сравнению с агрономически рекомендованными показателями то есть оптимальным для подсолнечника является посев в тот момент когда глубина температура на глубине посева составляет 10 12 градусов сейчас мы все чаще наблюдаем что по факту идет и заканчивается посев ранних яровых зерновых и начинают сеять подсолнечник в непрогретую землю в этом году я лично наблюдал в борисовском районе белгородской области посев подсолнечника 26 марта 2 я остановился подошел к агронома что вы делаете вот у меня почвенный термометрия вставляю он показывает полтора градуса на глубине посева в этом году может быть люди были напуганы коронавирусом в преддверии того что неизвестно что уже надо хоть что тенденцию к снижению к тому что посеется подсолнечник сеется более ранние сроки и в более холодную землю она сохраняется не стоит этим увлекаться если это прокатывает три года то четвертый год может и не пройти я наблюдал за этим полем в течение всего сезона просто я постоянно езжу на производство мимо этого поля значит первые всходы я получил я заметил там на 32 день это был импортный гибрид с полноценной схемой защиты он был обработан от ложной мучнистой росы но какой момент семя попала во влажную почву фунгицид во влажную холодную почву фунгицид начала потихоньку разлагаться и растворяться в воде и разлагаться семечко я копался где прошло две недели семя набухло и лежит набухший не трогается в рост но фунгицидной защиты уже практически не осталось всходы были получены неравномерные всходы к моменту цветения казалось что поле выровнялось цветение оказалось дружным но в момент созревания мы опять получили неравномерно вызревшие поле поэтому первое что это соблюдение агрономических сроков посева для себя поскольку для участков гибридизации это наиболее критично мы вывели золотое правило как только на краю поля готовится цвести терн значит значит пора сеять второй момент это качественная подготовка посевного ложа настройка культиватора состояние рабочих органов культиватора подсолнечника должен иметь плотный контакт землей если культивация особенно при недостатке влаги сделано неравномерно семена ложатся неравномерно некоторые подвисают подвисают опять же получаем двухъярусные всходы такая ситуация была очень четко заметно в 2010 году когда была засуха до получая это подготовка почвы 3 насчет густоты стояния густота стояния она индивидуально для каждого гибрида общее правило чем чем более засуху устойчивость тем более засушливая зона тем меньше должна быть густота стояния и четкая настройка равномерности раскладки семян селка должна быть селка не просто должна быть настроена оселка не надо торопиться за гектарами иногда механизаторы выработку пытаются показать выработку ускоряют скорость и начинаешь наблюдать за всходами неравномерная раскладка растения если два растения попали ближе там на расстоянии 10 сантиметров они начинают конкурировать между собой за ту влагу которой им досталось вытягиваются вверх получаем неравномерное созревание утонченные растения поэтому ничего сверх того что ну что придумали до нас нет а в селке обратить внимание насколько селка приспособленных сама к скоростному высеву чем меньше расстояние между высевающим аппаратом и сошняком тем больше она подходит для скоростного сева то есть основные моменты соблюдение температурного режима посева качественная подготовка посевного ложа и и качественная раскладка семян скажем три основных параметра мы выделили но ведь может быть дьявол в мелочах может быть есть еще какие-то моменты в которых могут быть допущены ошибки а значит частая ошибка это качество основной обработки почвы качество если вспашка не неровная неравномерная есть сходы развалу сейчас эта проблема постепенно уходит с появлением поворотных пловооборотных то есть плово гладкой паха сейчас эта проблема как бы постепенно нивелируется то есть качественная подготовка почвы с осенью качестве равномерно равномерность основной обработки почвы эта проблема может выйти в этом году в связи тем что почва с осени была пересушена при вспашке образовывались большие комья здесь надо обратить внимание на выравнивание выравниваем поле с весны возможно понадобится сделать дополнительное оборонование возможно придется обратить внимание чтобы на культиваторах стояли шлиф и выравнивающие брусья в общем здесь все-таки основной момент это подготовка непосредственно самого поля под подготовка посевного ложа да и второй момент если хозяйство работает с почвенными гербицидами это продумать логистику продумать хорошо логистику как она будет работать если пассив если гербицид требует заделки то внесение под заделку и ну нет не должно быть разрыва между внесением и заделки если гербицид как скажем плетч который вносится после посева значит нужно продумать что нести максимум на второй день потому что сколько бывает ситуации куплен хозяйстве почвенный гербицид посеяли сегодня ветер завтра заболел механизатор послезавтра дождь а на четвертый день его вносить уже после то есть должен быть резерв по времени поняла вас спасибо огромное уважаемые зрители очень хочется чтобы на нашу серию роликов вы непременно оставили ваши комментарии и вопросы я думаю что здесь может быть много тонкостей которые могут вас заинтересовать мы непременно будем на эти вопросы искать ответы и привлекать специалистов для того чтобы эти ответы получили обоснование я со своей стороны приглашаю вас летом непосредственно на участке гибридизации чтобы вы посмотрели как семена выращиваются непосредственно в поле спасибо огромными примерно приедем к вам сейчас я хочу задать вам вопрос весьма спорный потому что очень много мнений по этому поводу кто-то активно отстаивает и говорит что это надо кто-то говорит что это вред и ни в коем случае гмо